Русский, английский, французский и немецкий языки – литература. Своих учеников преподаватели 12-й гимназии называют асами гуманитарных наук. Изучают здесь родной и иностранный языки по углубленной программе. А потому победа в городских и областных олимпиадах именно филологического профиля вполне закономерна. Гимназистка Олеся Бродникова знает лексику и грамматику французского языка не хуже русского. Французский язык просто мне понравился с самого начала, с самого первого года, как я его начала изучать. У меня очень хорошая была база по английскому языку, и поэтому мне очень легко дался и французский, и итальянский сейчас тоже легко дается. Вообще я хочу поехать жить и работать в Европу, поэтому мне необходимы языки французский, английский, но я еще не определилась в какую именно страну, поэтому я три языка даже изучаю. Чтобы показать отличные результаты, признаются победители, школьной программы бывает недостаточно. Перед олимпиадой приходится штудировать многое из того, что в школе еще не изучали, но такие труды пошли только на пользу. Ну это помогает, наверное, саморазвитию больше, приобрести к нему дополнительные знания в предметах, которые считают, что важны для своей будущей жизни. В этом году в 40 предметах по олимпиаде приняло участие 557 человек. Практически в два раза больше, чем в прошлом. Победителями стали, конечно, не все, но более 30 самых умных школьников Ленинска-Кузнецкого получили право представить родной город на региональном, и если повезет, то и в российском финале олимпиады. Желаю победы в областном и всероссийских этапах, а также дальнейших творческих побед. И помните, для вас это не повод останавливаться на достигнутом. Впереди огромная работа, впереди интересная, долгая, насыщенная событиями и достижениями жизни. Счастья вам, добра, упорства и трудолюбия. В свою очередь, умное молодое поколение поблагодарили Вячеслава Телегина за оказанное внимание и поддержку. Вручили ему символ наступающего года. Одна из латинских пословиц гласит, что мы учимся не для школы, а для жизни. Учимся у вас умением быть в курсе событий, ответственности и человечности. Поэтому уверены, что знания, полученные нами в школе, приобретятся в дальнейшем для развития нашего города. Уважаемый Вячеслав Николаевич, мы знаем, что в 2013 году в нашем городе будет проходить областной праздник. День шахтеров. Мы видим, как преображается наш город, готовясь к этому важному событию. Желаю вам удачи в подготовке и проведении этого торжественного мероприятия. А приближающийся год мудрости, благополучия, процветания, мудрости и несекаемой энергии в работе на благо нашего города. После торжественного приема школьников ожидало праздничное чаепитие. В теплой дружеской атмосфере ребята поделились своими впечатлениями за умных соревнований. Теперь их задача в январе также отлично выступить в региональном этапе Олимпиады, а в дальнейшем закончить школу на пять и правильно выбрать дело своей жизни.